Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролеплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирюха Красава, не забывайте вводить моник в регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация из описания под видео. Сегодня у нас будет новое видео, очень такое интересное, пацан пытался меня просто обмануть, обмануть администратора, и как бы вы посмотрите как это вообще происходило, за что вообще он получил свое наказание, что он сделал, и как бы как мы все порешали. Сегодня вы это все увидите в видосе, поэтому ставьте лайки, и не забывайте подписываться на канал, возьмите пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что я очень хочу увидеть на канале 19 тысяч подписчиков. Также не забывайте приходить на мои стримы, я вернул стримы, раньше как бы не было, потому что я постоянно работал, сейчас у меня появилось время, поэтому всех жду на стримах, стримы будут практически каждый день. Короче, просто ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал, и приходите на стримы, потому что на стримах я буду принимать семью, и там мы будем развлекаться, на дерби, буду следить за игроками, короче будет весело и интересно, поэтому не забывайте приходить на стримы. Ну а я вам желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. А, у нас тут гражданин двигается по встречке вообще, опа, 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 ты шо, дядя, ты шо, ты где права купил, дядя, Иван Королев, да, 16 уровень, денег по сути нету, да, дядя, ты шо делаешь, по полям поехал, да ты шо, все, нет, и встрял, братан, на 30 минут за нон-рп езду. Да, 29, и правильно же за рулем едет, правильно, все, уходишь у нас, где Морган, так что да, свидос, братан. Так, он жалил, 29, и дадим ему 40 минут, о, короче, звонит мне этот Иван, говорит, зачем ты меня посадил два раза, ну я действительно его два раза посадил, потому что изначально я ему дал 30 минут, она была 40, поэтому я выпустил, посадил обратно. Он мне пишет, зачем два раза сожраешь, я пишу, потому что я первый раз выдал меньше минут наказания, он мне пишет, ты знаешь, что это мне обошлось 2 миллиона, у него даже таких денег нету. Я пишу, какой перепугу, у тебя даже таких денег нету, у меня нету, но я слил, из-за тебя, верни, пожалуйста, просто я донатил. Что ты за бред несешь? У него есть голосовый чат? Я хочу с ним пообщаться вообще, послушать просто, просто хочу послушать его голосовый чат, у него есть? Ты виноват, я виноват, у тебя, у тебя есть ГЧ, давайте спросим, сейчас мы с ним поговорим, если у него есть ГЧ. 2кк слил, вот как он 2кк слил, он просто человека вез, блядь, даже микрофона нету. Объясни, как ты слил 2кк, если у тебя их нету? Объясни, как он мог слить, если у него их нету? Чё это за бред? Либо он считает, что я дурак конкретный, либо я чего-то не понимаю, потому что он просто вез чувака на такси. Может таксист, ой, может клиент ему пообещал 2 миллиона, если он довезет, как бы, я не знаю, по-другому никак. Ну реально, какой он там, Иван, Короленко, да, Короленко сейчас посмотрим. А, Королев, Королев, ну вот, чек 20, давайте за ним даже посидим, вот, чек 29. Ребята обещали 2 миллиона скинуть, и ты, и ты им поверил, и ты им поверил. Ему пообещали пацаны скинуть 2 миллиона. Они сказали правду. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Я так и думал, он пообещал им, он пообещал просто бабки ему дать. 2 ляма. Ну сейчас мы посмотрим, мне кажется, у него даже этих денег нету. Нихуя себе. Оказывается, он не бедный, у него есть Крузак, у него есть Джип Гранч Рокки, у него есть Форд Транзит, как бы. У него 4 машины, у него 7 ранг в украинской мафии. Это мои знакомые. Ну, ты нарушил правила сервера, как бы. В любом случае, я вынужден был тебя наказать. Все, короче, я не вижу смысла с ним дальше разговаривать, потому что это бесполезно. Ему друзья пообещали деньги, блин. И он винит меня в том, что я его посадил, и он их не довез. Это просто пиздец, пацаны, это просто пиздец. Смотрите, пацаны, я, короче, проверил вот этого его друга, которого он вез, у него денег даже нету. Вот, Андрей в сажности ехал в такси, он говорит, мне друг пообещал 2 миллиона. Они обещали. Но нихера, ебать, откуда мне знать? Ну, ты же говоришь, это твои друзья, блин, и откуда ты, ну-ка, зачем ты их тогда веришь? Я говорю, что тебя наебали, тебе сразу сказал, что тебя наебали. Ты сказал, нет, это мои друзья, они не могли меня обмануть. Но в итоге получается так, как я сказал. Пиздец просто, ну реально, зачем пиздец? Он говорит, теперь я хотел офиса платить, они обещали деньги, туда-сюда, короче, я понимаю. Ладно, все, сиди, как бы я тебе сказал, что тебя наебали. Теперь, как бы, ну, думай сам. Как бы, бля, вот это пиздец, разбираться с этими людьми, это пиздец. Реально. Все, пусть как бы сидит, все. Ну его нафиг просто, ну его нафиг. Я для себя специально убедился, то, что у него не было денег. Я был уверен на миллиард процентов, то, что пацана, который он вез, у него не было денег. Я специально пересмотрел фрапс, посмотрел его ник, зашел в игру, чекнул его статистику, и денег у него нету. Вот этого таксиста тупо наебали, понимаете? Хотя вот этого таксиста, имущество, блядь, намного больше, чем у того, кого он вез. Пацан просто захотел легких денег и получил демарган, и начал тупо врать, то, что это его друзья, они им обещали 2 миллиона. Нет, такое не проканают. Все, до свидос просто.